Вчера в социальных сетях появилась информация о гибели ребенка, вызванной переохлаждением организма. Насколько эта информация верна или это очередной вброс в массы, мы узнали в Центре дополнительного образования, где отвечают и за комплексную безопасность детей в том числе. Сегодня утром в социальных сетях, в интернетах ходят слухи, что с седьмой школы ребенок не мог открыть замок и замерз. Эту информацию с нашей стороны, со стороны Министерства образования, со стороны специалистов, были звонки инспекторам ПДН, ЕДДС звонили, МЧС звонили, но сказали, что такой случай не зарегистрировано. Даже если этот случай выдуман, в любом случае это уже сигнал для родителей. В тех же социальных сетях, да и в обществе, часто ведутся споры, кто должен отвечать за безопасность детей. Родители или образовательная система. У нас есть письмо Министерства просвещения, 16-17 года, там есть и указано, что несчастные случаи, если во время учебного занятия и вне учебного, например, тренировки в спортивных школах, или в кружках всех-всех, вот эти несчастные случаи, если во время вот этих мероприятий, то да, это мы с нашей стороны, со стороны учителей, тренеров и педагогов, это мы, да, расследуем, проводим педагогическое расследование, информацию запрашиваем. А если в неучебное время, где ответственность родителей, например, ребенок ехал с родителями куда-то в какой-то деревню, район, в город, если они поехали кататься куда-то, да, в такие выходные дни, вот это ответственность родителей, это у нас есть статья 535 Коаперской Федерации, вот. В зимнее время детей, за которыми не следят родители, поджидает много опасностей. Есть вероятность провалиться под лед, быть сбитым автомобилем на скользкой дороге. Ребенок может стать жертвой плохих людей, так как темнеет очень рано, или обморозить руки и ноги. Уважаемые родители, мы призываем вас, ответственные родители, чтобы вы следили за своими детьми, по душам поговорили, какие у них проблемы. Обязательно провести профилактическую работу, тем более в этот холодный зимний период, чтобы дети, если минус 40, минус 38, все равно, как ощущается, минус 50, 40, чтобы детей одевали потеплее, чтобы не выходили на улицу. Если выходит, то вас, чтобы предупреждали родителей. И чтобы еще хотелось бы сказать, что у нас в основном хищение сотовых телефонов участились, да. И хотелось бы, чтобы, уважаемые родители, сотовый телефон детям тоже объяснять, что надо, если заходят в школу, в гардеробе, в кармане, не оставлять. 8 800 2 122. Этот телефон доверят для детей, подростков и их родителей, где ежедневно профессиональные психологи помогают справиться с тревогами и страхами. Звонок бесплатный и анонимный. Во всех общеобразовательных организациях республики проводятся различные конкурсы, акции, классные часы, беседы. Будьте ответственны за тех, кто рядом. Легче предупредить, чем потом, когда случается беда, искать виноватых. РС Мангуш, Буяна Юн, Белек Оржак, Телеканал ТУА-24.